МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное событие недели в хоккейном мире – это, конечно, фонбет «Неделя звезд хоккея». Она включает в себя не только матч КХЛ, но и массу других мероприятий. Тут и вечеринки, и маскоты, и игра на Красной площади, в которой принимали участие не только хоккеисты. На центральном катке у стен Кремля прошел мастер-карт «Бесценный матч», в котором сборная женской хоккейной лиги сыграла с мужской сборной звезд шоу-бизнеса. В составе мужской команды вышли чемпионы мира и медалисты Олимпийских игр Алексей Яшин и Андрей Николишин, чемпионы России Александр Гуськов и Алексей Бадюков. Сборная ЖХЛ и вовсе находилась в отменной форме. Семь девушек из этой команды стали победителями матча звезд женской хоккейной лиги. Несмотря на изначально планировавшийся товарищеский характер встречи, уступать не хотел никто. Да они вообще настроились там, конечно, убивать, наверное. Ну, просто им фору даем пока что. Ну, если бы вы слышали нашу установку от тренера, то вы поняли, потому что мы действительно зарубились. Там на кону стоит просто все. Димки Сычеву пиханул, говорю, ты можешь похитриться играть? Не как в футболе, елки-палки. Слышь, эй, не как в футболе. Он в футболе думает легко, там ворот большие, а здесь маленькие, надо похитрее. Любопытно, что в составе сборной звезд ЖХЛ была воспитанница авангарда 2008, 14-летняя Мария Микаэлян. Играть против мужчин ей не привыкать. Я вообще всю жизнь играю против мальчиков, поэтому я не знаю, как против девочек. Ну, против девочек играть легче, чем против мальчиков, это я сразу могу сказать, поэтому ощущения другие, конечно. Не ожидала, что будет столько много известностей, вот. Мне очень нравятся впечатления, довольно-таки хорошие. Несмотря на все усилия команды звезд шоу-бизнеса, последнее слово осталось за девушками, которые под занавес встречи сумели сравнять счет 3-3, боевая ничья. Ну а финальную точку поставил мужской коллектив, красиво отблагодарив девушек за отличную игру. Помимо матча звезд КХЛ в программе уикенда была и встреча лучших представительниц женской хоккейной лиги. Большому событию – глобальные вопросы. Интересно узнать, чем женский хоккей отличается от мужского, по мнению самих участниц ледового шоу. Это хвостики, косички из-под шлема, можно выделить сразу отличия женского хоккей. Ну и, конечно, у нас не такой силовой хоккей, как мужской. У нас более жесткие правила и больше намечено на такую эстетику хоккея, на какие-то тактические взаимодействия, можно игру саму увидеть. Ничем абсолютно борьба, что мужская, что женская, жесткая. Женский хоккей, он нежный. Я думаю, что мы играем зрелищней, мы играем всей душой, и мы отдаемся по-полному, и зрители это видят, я думаю, поэтому им нравится. Я думаю, ничем не отличается особо, это достаточно стереотипное представление о том, что женский хоккей может от мужского отличаться. На самом деле разницы нет, женщины играют так же динамично и активно, как и мужчины. Самая главная разница – девчонки играют в масках, а мужчины – в визорах. Это самое главное, внешнее первое отличие. Но потом все подробности, это то, что в раздевалке происходит, конечно, тоже разница. В течение всего дня мы пытались понять, чем же все-таки отличается женский хоккей от мужского. Но, честно говоря, я все равно не понял, потому что женский хоккей, он больше про комбинации, больше про игру и больше про радость, что ли. Короче говоря, женский хоккей – это просто праздник какой-то. Январь в России получается богатым на праздничные события. Новый год, Рождество, матч звезд, поводов для того, чтобы открыть Инстаграм и выложить интересный пост – масса. Да и времени как раз хватает. На очереди наш традиционный обзор социальных сетей. И, как всегда, напоминаю, что вы тоже можете стать участником программы, если в соцсетях разместите свое видео на хоккейную тематику с хэштегом «КХЛ говорит». Вы смотрите программу «Игра слов». Поощряем авторов комментов и аккаунтов творцов. Кирилл Капризов уже приготовил весь свой артенал для матча звезд. Похоже, болельщиков ждет запоминающийся буллит. Московские «Динамовцы» время зря не теряют. Появилась минутка – пошли культурно обогащаться. Евгений Савин скоро сам должен выйти на лед вместе с Акбарсом, но, по всей видимости, один побаивается. Леонид Викторович, добрый вечер. Вы раньше играли в футбол, были вратарем. Но получалось у вас отвратительно. Потом на сборах вы стали играть большой теннис. Ну и в теннисе, конечно, все было так себе. Когда вы выйдете на лед и попробуете себя в роли хоккеиста? Может быть, в этом виде спорта у вас получится намного лучше. Ну и, кстати, спасибо вам за этап в моей футбольной карьере «Крылья Советов Самары». Это было лучшее в моей жизни. Все, обнимаю вас и удачи. Да, я могу сказать, что твой этап в «Крылья Советов» – это была моя лучшая благотворительная деятельность в жизни. Потому что большим инвалидам я не помогал никогда. Анатолий Голышев сделал самый лучший хет-трик. У Анатолия родился третий сын. А может быть, еще одного и вратаря будет семейная пятерка. В КХЛ завелся влиятельный клуб. Очень влиятельный. У Тайфуна появилось интересное предложение. Проигравший поет песню. А болельщики пусть заказывают музыку перед матчем. Самый лучший день заходил вчера. Может быть, я не верил, но был сам вратарь. Яркие события затмевают все. Так бывает и в хоккее. Дмитрий Вячеславович, в первых с победой. Ну и насколько тяжело было сегодня сыграть Акбарсу и выиграть? Нет, сегодня булиты великолепные были у Акбарса. Это победа. Как можете прокомментировать в целом игру сегодняшнюю? Булиты могу сегодня только прокомментировать. Больше ничего. Но по сравнению с предыдущим матчем, где вы потерпели поражение, что удалось действительно исправить? Чем довольны вы сегодня? Булиты могу. Великолепные были у Акбарса. Публикация по хэштегу КХЛ говорит. Многие к хоккею прикипают с детства, а кто-то аж с пеленок. У амурских тигров даже на выездных матчах свой чарлидер. Пока в соло, но есть к чему стремиться. И нам и так же будет? Да, конечно. Недавно вышедший сериал «Ведьмак» вызвал много споров. Мол, и актеры подобраны не те, и от канонов книги польского писателя Анджея Сапковского сценаристы отступили. Зато в одном сходятся все. Главная композиция сериала про монету – это ТОП. Напевает и стар, и млад, а интернет аж распирает от каверов, как профессиональных, так и любительских. Не остались в стороне и хоккеисты. Трактор выложил свой вариант исполнения новомодного хита. Два очка у магнитки возьмем за победу! Возьмем за победу! Два очка у магнитки зачтется все это! А вот еще одна музыкальная композиция, появившаяся в социальных сетях хоккейного клуба «Сибирь». На этот раз никаких аналогий с другими клубами, видами спорта или кинофильмами. Все о родной Сибири, хоккее и болельщиках. Субтитры создавал DimaTorzok Минувшая неделя была яркой на моменты, которые наглядно демонстрируют отличие топа игры слов от всех других хоккейных рейтингов. Пока все обращают внимание на голы, очки и секунды, эта телепередача выискивает все необычное, что происходит на хоккейных коробках страны, да и за ее пределами тоже. Это «Игра слов» эфир на КХЛТВ, не только для спасения иголов. Михаил Глухов – настоящий Копперфильд. Во всяком случае, для вратаря Амура эта пропущенная шайба была самой магической. Марка Антила тоже сотворил маленькое чудо, правда, для своего соперника. Не везет в регулярке, повезет в плей-офф. Это закон Антилы. Никита Коростелев порадовал болельщиков сольным проходом в стиле Харламова и забросил классную шайбу. Свою первую в лиге. Эффектно лишился снайперской девственности в КХЛ. Исторический гол Ярослава Сергеевского из ОРГ Юниор. Ловким движением клюшки прервал 46-матчевую серию поражений. Команда отыграла с московским «Динамо» на ноль. Петр Кочетков в БМХЛ играет нечасто. Но если играет, то с шедевральным настроением. Похоже, сейв года. С «Динамовцами» у Ярослава Бусыгина особое отношение. Что не матч, то бело-голубые кверху ножками. Ну и на сладкое, интересная история от ХК «Сочи». В клубе решили устроить матч между воспитанниками и их родителями. Судя по всему, чтобы, наконец, дать возможность детям отомстить за все выкрики с трибуны. Вроде «беги быстрее» и «бросай сильнее». Ну, а родителям на деле продемонстрировать хоккейное мастерство на льду. А не на зрительских местах. Родители проиграли. Я сапеут, как и льва гола. Там они нечестно играют, нечестно. Нет проблем, нет зубов. На этом все. До встречи на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова